Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Когда я узнал, что буду проповедовать, меня не покидала одна мысль. Я верю, что это крайне важно для каждого, без исключения человека в церкви. Церковь, если мы действительно хотим отражать Иисуса своей жизнью, нам крайне важно понимать, кто этот человек. Вскоре вам станет более ясно, что я имею в виду. Если вы делаете пометки, пункт первый. Кто этот человек? Он дверь. Повернись к своему соседу и скажи «Он дверь». Повернись к другому. И скажи то же самое «Он дверь». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Нетрудно догадаться, что жизнь нам предлагает множество дверей. Моя маленькая дочь, ей нет еще и двух лет, но она уже знает, как можно открыть дверь. Она видела, как мама и папа берутся за ручку двери, опускают ее, и дверь открывается. У меня лично с дверями вечно возникают проблемы. Почему? Потому что они как-то неправильно сконструированы. Иногда я не сразу могу сообразить, нужно толкать дверь или наоборот тянуть на себя. И когда я тороплюсь, я вдруг теряюсь, и мое сердце охватывает страх. Особенно если я с женой. Я не знаю, что мне делать, толкать или наоборот тянуть, дверь на себя. Некоторые двери сделаны так, что их можно только толкать, а некоторые только тянуть на себя. Некоторые двери нужно замыкать, и тогда человек снаружи точно не ворвется. Возьмем, к примеру, семейный ресторанчик. Я никогда не имел проблем с замкнутой дверью в туалет. Если она закрыта, значит, там кто-то есть. Но есть люди, которые в этом все же не уверены. Хотя и видят надпись «Занята» красными буквами. Красный цвет означает «Остановись». Надеюсь, вы согласны. Я называю их слепыми и настырными. Они упрямо нажимают на ручку в надежде, что там все же никого нет. Я понимаю, всякое бывает. Может, надпись «Занято» светится из-за поломки, но ты уже подергал ручку, дверь замкнута. Не означает ли это, что там кто-то есть? В этот момент кабинка принадлежит мне и только мне. Но некоторые люди не останавливаются только на том, чтобы бесконечно дергать ручку. Им еще нужно обязательно стучать. Я лично считаю, что за такое нужно выписывать штрафы. Нужно издать закон, согласно которому за каждый стук в дверь кабинки. Человек должен выплатить 1 миллион долларов. И затем происходит то, чего ты боялся. Подергав ручку и постучав, они кричат. Там кто-нибудь есть? Уместно ответить властным голосом с легким раздражением. Да, есть. Я лично в ответ кричу. А вы понимаете, о чем я? Если дверь замкнута, это кабинка. Сейчас только моя. Не нужно рваться внутрь. Хотите, покажу, как я кричу там? Страшно, да? Дверь Иисуса сильно отличается от всех других дверей. Дверь Иисуса никогда не закрыта. Она открыта для любого человека. Открыта в любое время. Иисус произнес такие слова. Я есть им дверь, и кто войдет мною, кто войдет мною, тот спасется. Иисус приглашает войти к каждому. Рассматривая жизнь в служении Иисуса, я часто замечал, что Он приглашал к себе людей, которых окружающие не включали в свой круг. Мне нравится видеть в Писании истории о том, что Иисус прекращал все вокруг, лишь бы только человек, который чувствовал себя изгоем, почувствовал себя принятым. Иисус стремился показать тем, кто думал, что недостоин Его внимания, что они важны для Него. Я размышлял о женщине у колодца, о Закхее, о женщине, пойманной в прелюбодеянии, о прокаженных, о людях, которых были больны, о женщине с кровотечением, об изгоях, о разбойнике, который был рядом на кресте, о Корнилии. Иисус хотел, чтобы Его ученики понимали, что Он пошел на крест для всех людей без исключения. Если ученикам приходилось снова и снова усваивать этот урок, то, скорее всего, мы тоже поймем это не с первого раза. Я так точно. Сейчас мы будем рассматривать одну ситуацию. Когда ученики вполне допускали, что данный тип людей можно допустить, чтобы они находились где-то неподалеку. Но они никак не могли позволить им войти в дверь. Мы тоже порой делаем такой вывод. Однако дверь Иисуса открыта для всех без исключения. Евангелие от Марка, 10 глава, 13-14 стихи. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним, помолился за них». Ученики же не допускали приносящих. Только представьте себе, я веду своего ребенка к Иисусу, а Петр еще смеет мне запрещать? В ответ на это я могу пойти на более грубые меры. Вы согласны с этим? Вообразите такую ситуацию. А теперь посмотрим реакцию Иисуса. Увидев то, Иисус вознегодовал. Он был в гневе. «И сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». В Слове Божием есть еще одна ситуация, в которой ученики по ошибке сделали вывод, что определенный тип людей нельзя подпускать к себе близко. «Они могут находиться где-то там, за дверью». Их нельзя допускать к ногам Иисуса. На что Иисус смело отреагировал, показав, что дверь открыта для всех. Ученики напомнили мне о том, что мы, как церковь, если не будем бодрствовать в этом, то уже с легкостью исключим кого-то. Мы ставим на людей ярлыки, разделяем по категориям, делаем поспешные выводы, кто достоин быть в нашем кругу, а кто и нет. Я заметил, что чем дольше мы христиане, чем дольше мы в церкви, тем больше риск, что мы не будем включать людей в свой круг. Казалось бы, должно быть все наоборот. Чем дольше мы христиане, тем больше мы открыты для всех людей. Проблема в том, что если мы будем так себя вести и выбирать, какую категорию людей нам впускать, а от какой держаться подальше, то люди, которые начали ходить в церковь и с самого начала не были уверены, станут ли они частью этой общины, примут ли их здесь, увидят, что от них отворачиваются, держатся от них в стороне, вместо того, чтобы пережить на себе полное принятие в церкви. Я чувствую себя весьма неловко в магазине строительных товаров. Мне там всегда не по себе, потому что я ни в чем этом не разбираюсь. Мне нужны были какие-то материалы для ремонта, но я даже плаваю в их названиях, и поэтому, входя туда, я уже растерян. Я вообще ничего не смыслю в ремонтах. Для меня это большой вызов. Я зашел туда в прошлом году, чтобы купить краску для потолка. Но поскольку я знаю, что это не моя тема, мне было неловко даже заговорить с кем-то из продавцов. Я бы хотел, подходя к продавцу, быть следующим и четко сформулировать свой вопрос. «Но едва ли у меня это выйдет». Продавец повернулся в мою сторону. Его выражение лица говорило, что он знал, что я ничего не смыслю. Да, он угадал, и я окликнул его. Но он сказал, «Простите, мне нужно закончить то, что я делаю». «Ах, ну да я ж покупатель, я на втором месте». Совсем забыл. Потом мы заговорили. Он спросил, что мне нужно. Я объяснил, что ищу специальную краску для потолков. Он спросил, «Какой цвет?» Я ответил, «Я думаю, потолок должен быть белым». Он сказал, «У меня много оценков». «Какой именно?» «Какой именно белый?» «А что, бывают разные белые краски для потолка?» Он ответил, «Ну да». Я сказал, «Давайте выберем самую белую». «Думаю, как раз подойдет». Он спросил, «А для чего мне нужно красить потолок?» Я объяснил, что появились коричневые пятна, и он говорит, «Ну тогда вам нужна водоэмульсионная краска». Я говорю, «Пожалуй, вы правы». Он засмеялся, типа, «Я и так должен был это знать по умолчанию». Он провел меня по ряду. Вдруг я опять выберу что-то не то. Он оказался прав. А в помощь не помешает. Мне было очень неловко. Я чувствовал себя как полный профан. В тот магазин я больше идти не хочу. Если доведется все же там оказаться, я буду всячески избегать от дела с краской. Потому что если я вернусь в этот раз, я хочу быть более подкован в этой теме. Лучше разбираться в видах краски. Но церковь, я напоминаю вам, мы не строительный магазин. Людям не нужно знать все о краске, чтобы зайти в отдел красок, чтобы войти в двери Дома Божьего. Не обязательно, чтобы люди привели жизнь в полный порядок. Иисус не призывает церковь быть совершенной. Двери церкви открыты для всех людей, чтобы люди не обходили церковь стороной, но чувствовали, что их там ждут. Я не хочу, чтобы нашу церковь называли церковью белых или церковью черных. Мы не должны быть церковью отдельной категории людей. Я верю, что мы уже к этому идем. Приходя в церковь волна, люди не смогут сказать, что они здесь нежеланны. Я не хочу, чтобы нас считали церковью только для молодежи или только для старшего поколения. Я не хочу, чтобы людей в этой церкви делили на категории. Я хочу, чтобы двери нашей церкви всегда были открыты для абсолютно любого человека, чтобы каждый чувствовал себя своим в Доме Божьем. У тебя в жизни все вверх дном, твое сердце разбито, ты подавлен и растерян, сомневаешься? Тогда добро пожаловать. Мы приглашаем тебя войти в эту дверь. У тебя начнется путь преображения. Благодать Иисуса изменяет людей. Я хочу, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. Последнее время, кого вы включили в свой круг общения, в свою жизнь, в свой мир? Кого вы впустили в свой круг за последнее время? Подумайте. Если честно, для тех, кто давно с Богом, вообще не должно возникать вопроса, подойти к новому человеку или нет. Наша миссия — не просто найти в холле перед служением друзей, чтобы успеть пообщаться со всеми. Найдите человека, кто чувствует себя неуютно. Пригласите его сесть в зале рядом с вами. Кого вы за последнее время приняли в свой круг? Я считаю, что ваша способность принимать новых людей является одним из главных показателей вашей духовной зрелости. Приглашать новых людей в свой круг обычно не так уж и удобно. В особенности, если этот человек на вас не похож. Вам это нелегко дается. Вам понадобится больше усилий. Вы снова готовы быть уязвимы. Вы открываетесь новому человеку, чтобы он или она смогли понять, кто вы и откуда, услышать вашу историю. Конечно, быть своей узкой компанией людей куда легче. Разумеется, нам важна наша община, но кого мы включаем в свой круг? На прошлой неделе я играл в гольф с двумя друзьями. Одного из них я не видел целую вечность, и мне очень хотелось, наконец, провести с ним время и пообщаться. Нас было трое. Обычно в гольф играет четверо. Если в гольф-клубе много людей, то того, кто играет сам, просят присоединиться к какой-то группе. Когда мы начали играть, к нам подошел маршал и сказал, что клуб переполнен, и попросил принять в свою группу человека, который пришел сам. Попросил настоятельно. Если честно, внутри меня все кричало «нет». Я с двумя друзьями. Одного из них я не видел целых сто лет. Это наше особое время вместе. И сейчас, когда я мог бы просто наслаждаться общением с друзьями, я должен стараться включить еще и постороннего? Мне комфортно с моими друзьями, а я должен думать о ком-то там еще? Возможно, эта история с гольфом показалась вам смешной, но в конце игры Дух Святой задал мне вопрос. Джош, ты думаешь, что этот парень, Си Джей, попал в вашу команду случайно? Церковь, я знаю, что каждый из нас в той или иной степени имел проблему с принятием людей и общался только в своем тесном круге. Но для того, чтобы мы не были церковью, двери которой закрыты, давайте смотреть на Иисуса. Смотреть, каким категориям людей Он протягивал руку и приглашал к себе. Когда я напоминаю себе, что Бог вытащил меня из греха, забрал мой стыд, вырвал из прошлой жизни. Когда я напоминаю себе, что Бог пригласил меня грешником войти в свою дверь, в свою благодать, я вспоминаю о том, что Он включил в свой круг не только меня, но и всех вокруг. И поэтому я хочу стараться быть более открытым для всех людей. Аминь. Я слишком долго оставался в своем церковном пузыре, «Пора мне включать в свой круг новых друзей». Все очень просто, друзья. Начните быть более открытыми для ваших соседей. Где-то полтора года назад я познакомился с одним человеком. Мы потихоньку начали общаться. Он работает в ресторане, в котором я часто обедаю. Мы с ним разговаривали о жизни, и когда речь зашла о церкви, он рассказал мне, что у него нет желания идти в церковь. Объяснил причину своего отношения к церкви. Так думают о ней многие люди. Они считают, что когда они придут в церковь, их там осудят. Моя молитва сегодня, моя искренняя молитва о том, чтобы, как бы нам ни было некомфортно, кто бы ни вошел в двери нашей церкви, чтобы они встретили не кучку христиан, держащиеся грубками, встретили не осуждающие взгляды, но увидели церковь, пусть несовершенную, но принимающую всех людей. Скажите на это «Аминь», если верите. И в заключение я хочу сказать, что наряду с той особенностью, что эта дверь открыта для всех, в ней есть один исключительный момент, а именно, это единственная дверь. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихе, «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Пару лет назад мы с Брук были на одном ужине. Новые знакомые начали спрашивать нас, чем мы занимаемся. Они спрашивали о нашей церкви, слышали позитивные отзывы о церкви «Волна». Потом одна девушка задала мне вопрос. Я подумал, она шутит. Она спросила, «А что вы думаете о тех, кто утверждает, что Иисус — единственный путь?» Я подумал, может, она пыталась пошутить, и у нее не вышло. Она сказала, «Только не говорите, что вы до сих пор верите в то, что Иисус — единственный путь». Иисус ясно сказал, что Он есть путь, Он есть истина, и Он есть жизнь, и что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Другой двери не существует. Нет двери, я хороший человек, я успешный человек. Единственный путь к Богу лежит через то, что ты посвящаешь свою жизнь Иисусу. Эта дверь эксклюзивна, она единственная. Но добрая весть состоит в том, что эта дверь открыта для каждого человека. Мой вопрос к вам в это утро, когда вы спрашиваете, «Кто этот человек?» Можете ли вы сказать, что знаете Его на личном уровне? Знаете ли вы, что значит, когда вам прощены грехи? Когда вы обращаетесь к Нему и каетесь в своих грехах, принимая Его прощение. Знаете ли вы, что ваша вечность будет на небесах, Божий план и цель вашей жизни? Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал Его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог, как следует описать, то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно, вы когда-то ходили с Богом в молодости. Бывает всякое. Жизнь — это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною от всего сердца. Скажите эти простые слова. Господь Иисус, я прошу Тебя прийти в мою жизнь, простить мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. И молюсь Тебе. Аминь и аминь. Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv касая гифт. Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Пусть Бог обильно благословит вас.